Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 февраля и я хочу поговорить на свою любимую тему, а именно о рассаде. Вот о рассаде 2019 года, потому что меня волнуют комментарии, которые приходят. Все люди почему-то хотят подкормить свою рассаду. Зачем я не знаю и у меня спрашивают, ой, а чем вы ее подкармливаете? Я не подкармливаю ничем. Вот сегодня выписала специальный вопрос Риты Сулаймоновой. Можно ли подкармливать чем-нибудь рассаду? Я имею ввиду всходы. То есть, как только появятся всходы, у людей появляется желание подкормить рассаду, вот эти всходы. Хотя они еще маленькие, как я понимаю, но в феврале еще не могут быть большие. Я хочу всех предостеречь, дорогие мои. Я понимаю, что вам хочется поухаживать за своими растениями. Не трогайте вы рассаду, оставьте вы ее в покое. Не нужно ее сейчас подкармливать. Вообще, во всех советских учебниках, справочниках было написано, что до пикировки рассада не нуждается ни в какой подкормке. Там, во-первых, и сила вот этого семени, там заложена какая-то энергия. И то, что грунт у нас свежий, она же всего несколько недель сидит в этом лотке. Там все есть в земле, все, что ей нужно. Я потом буду подробнее говорить, в каких случаях нужна подкормка рассады, вы сами увидите. Или если листья желтеют, значит не хватает азота. Или если вот вообще она останавливается в росте, ну что-то... Ну, короче, если вы смотрите, у вас лоток с хорошей зеленого цвета листиками, пусть он даже один, пусть он даже два, но ее сразу видно, что хорошая рассада, она не выглядит какой-то, ну, чахлой или замученной. Ей еще рано испытывать недостаток чего-то. Она только что родилась. У кого неделю назад, у кого там три недели назад, у кого месяц назад. Какая ей нужна подкормка? Ей не нужно. И я в прошлом году снимала и говорила, золотое правило получения хорошей здоровой рассады – это не перекармливать. Лучше не докормить, чем перекормить. То же самое, что я говорила с поливами. Ну, хочется вам полить, подойдите, порыхлите, не переливайте рассаду. Вся эта ваша забота выходит боком для наших растений. То же самое сейчас скажу про подкормки. Хочется вам что-то сделать, поухаживать. Подойдите, просто полюбуйтесь, поговорите с ней. Вот смотрите, какая прелесть. Я подхожу и говорю, ах вы мои хорошенькие, толстячки, все. Мы немножко, мы все это делаем, все эти подкормки, все эти поливы больше для себя, а не для них. Для того, чтобы сами получили удовольствие от ухода, им этого ничего не нужно. Вы портите этим рассаду. Ну, как говорить о всходах, нужна ли им подкормка? Они еще даже вылезти не успели. Ну, это то же самое, что ребенок родился, а мы хотим ему пожарить шашлыка или дать бифштекс. Конечно, это вкусно, но это не для них. Все. Насчет этого закончила я про подкормку рассады. Я потом буду говорить про подкормки. Конечно, нужно делать, потому что у некоторых слабые росточки, у некоторых там недостаток солнца. Но перед тем, как думать о подкормках, если вам не нравится внешний вид рассады, вот я сказала сейчас про здоровую рассаду. Если вы подошли, видите, что рассада здоровая, зеленая, подкармливать не нужно, но бывают же другие ситуации. Вы подошли, посмотрели, например, рассада какая-то не такая. У некоторых тянется, тоненькая все. Вы лучше измените условия ее содержания. Обычно все недостатки от условий содержания. Почему рассада вытягивается? Потому что мало света обычно или сильно жарко. Особенно очень плохо, когда и жарко, и мало света, она начинает тянуться и тонкая-тонкая. Это не из-за того, что недостаточно питания. Может быть, грунт хороший, может быть, питание прекрасное. А вот такие недостатки, как мало света, она тянется, ищет свет, вытягивается. И поэтому я всегда говорю, ну и специалисты тоже рекомендуют, перед тем, как мечтать о каких-то подкормках, лучше улучшите условия содержания. Все. И еще хочу предостеречь особенно новичков. Если вы ни разу не выращивали, вы вообще о подкормках первый год забудьте, потому что большинство неудач именно из-за неправильного соотношения вот этих подкормок. Травят рассаду, сжигают, неправильно составляют. Надо поменьше концентрацию, делают побольше, хотят, чтобы они были поздоровее, посильнее. Сжигают корневую систему, сжигают листья. Вы научитесь сначала первый год вырастить рассаду без различных подкормок. Растения, они так и так вырастут. Пусть они будут немного поменьше размера, пусть они будут, как казаться, немного послабее, зато они у вас будут естественные, неперетравленные. Вы их высадите, когда в открытый грунт, они догонят всех остальных. Запомните, подошли, посмотрели, зеленое, хорошее, не падает, не тянется. Не надо никаких подкормок. Особенно вот у меня есть еще не распекированное. До того, как я проведу пекировку, у меня даже мысли нет, чем-то их подкармливать. Зачем? Им и так все хорошо. Оставьте в покое рассаду, пусть она растет естественным путем. Ей будет так лучше, чем вы будете чем-то поливать, чем-то опрыскивать. Потом начнутся через час, через две недели вопросы. Что с моей рассадой не так? Появились белые пятна, рассада засыхает, листья отваливаются. А когда люди у них спрашивают, а что вы делали? Начинают перечислять вот эти вот. Делала подкормку этим, опрыскивание этим. Так а мы откуда теперь знаем, чем вы его потравили? Или вот этой листовой опрыскиванием, или корневой подкормкой, или вообще что-то добавляли. Чтобы вам видеть, как растет растение, и хватает ему чего-нибудь или нет, лучше не нужно делать никаких химических добавок. И даже не химических, даже есть натуральные вот эти вот гуминовые удобрения. Если у вас рассада молодая, и грунт вы составили нормальный, или там купили хороший качественный грунт, никакая подкормка не нужна. Я не знаю, достучалась я до вас или нет, я в прошлом году говорила и в этом. Подкормками не увлекайтесь, не портите свои растения.